я вновь всех приветствую себя на канале у меня очередная посылочка скажем так это очередной раз будет не распаковка но первый взгляд на новую вещь значит распаковка это не будет потому что посылку я уже распаковала она пришла с немножко поврежденной упаковкой мне пришлось распаковывать посылку на почту для того чтобы удостовериться в том что внутри лежит именно то что я заказывал и она не повреждена но собственно тут ничего интересного и нет упаковка как упаковка здесь нет ничего полезного и нового сам факт в том что здесь внутри внутри ко мне пришел калиматор китайский калиматор это реплика реплика знаменитого калиматора от фирмы импоинт модель т1 микро так собственно на самой упаковке то бишь коробочки нет ничего полезного есть вот такая вот наклейка на скорее всего это именно какой-то идентификатор самого продавца больше мы здесь ничего не видим кроме как такая яркая и много говорящая себе надпись made in china вот эта же надпись есть и здесь собственно больше здесь ничего полезного но коробочки этой мы не увидим открываем коробку смотрим что же у нас здесь внутри внутри у нас комплекте идет естественно тряпочка для протирки линз здесь лежит шестигранный ключик это очевидно для крепления самого коллиматора к оружию здесь же лежит пакетик с силикогелем сам коллиматор и инструкция по эксплуатации значит на этом хочу немножко остановиться вдруг кому-то станет интересно ну собственно микро дот сайт инструкции сайт инструкция собственно на самом коллиматоре нет на этом и сейчас и увидим нет никаких маркировок то есть не на упаковке не на самом коллиматоре маркировок нет никаких и нет никаких толком маркировок даже но принадлежности к какой-то фирме производителю даже в инструкции вот если кому-то станет интересно инструкция только лишь на английском языке на русском и на китайском кстати тоже здесь нет ничего какая-нибудь полезная информация может быть можно будет поставить на паузу и прочитать вот на титульной странице как выглядит сам коллиматор который ко мне пришел а на последней странице здесь перечислено модели которые также выпускает эта контора из полезных информации которые здесь есть температурный режим в котором может работать коллиматор здесь указаны я так понимаю это допуски на отдачу или на в общем на нагрузке которые способен выдерживать этот прицел вот здесь же здесь же где-то я здесь видел есть еще полезная информация по поводу размеров да чтобы сейчас их не мерять здесь мы имеем 68 миллиметра на 43 миллиметра на 46 миллиметров то есть достаточно таки себе компактный прицел значит также мы имеем здесь полезную информацию по поводу того какая здесь линза 18 миллиметровая и масса 118 грамма значит еще также показано плюс-минус 1 метр на 100 метрах или 1 ярд на 100 ярдах не совсем понимаю о чем это говорит значит здесь же один клик настройки 10 миллиметров на 80 метрах и где-то здесь я видел еще при рассмотрении вот здесь наверное извините я немножко подтуплива мне просто самому интересно на почте я реально посмотрел только лишь комплектацию все больше ничего ага вот одна из самой важной информации это то что размер точки это 4 моа а здесь указывается что 1 моа это примерно 30 миллиметров на 100 метров то бишь теоретически заявляется что в этом прицеле размер точки на 100 метров будет 4 умножить на 3 сантиметра то есть около 12 сантиметров на 100 метров закончили болтовню приступаем самому прицел значит больше здесь у нас ничего нет кроме сам самого прицельщика прицельщик как мы уже выяснили довольно компактный покон кстати тоже добротно внутри проложено поролоном прицел пришел совершенно не поврежденным вот как я уже говорил прицельщик довольно компактный ничего себе так весьма аккуратненько выглядит внешне ну очень напоминает оригинал ну скажем так с той лишь разницей в том что здесь мы не имеем абсолютно никаких маркировок на самом прицеле вот убираем все лишнее чтобы не мешало нам рассматривать для начала упомяну о том что поставляется у продавца этот прицел без батареи то есть если надумаете покупать сразу запаситесь батареей батарея кстати тоже какая здесь используется указано в этой инструкции используется батарейка стандартная для подобного рода прицелов cr2032 если мне не изменяет память на прицеле присутствуют резиновые заглушки которые предохраняют линзы от пыли или от повреждений в процессе транспортировки вот так все это дело у нас выглядит очевидно вот это выходная линза покрыта каким-то отражающим напылением а вот это основная линза сбоку мы видим такой себе небольшой звучатель далее барабанщики вертикальных и горизонтальных поправок закрыты колпачками и даже и даже здесь присутствует резиновая прокладка дабы на барабаны не попадала влага вот размер клика мы уже упоминали он 10 миллиметров ну можно вернуться назад к инструкции и все это прочитать вот здесь все то же самое значит без каких-нибудь дополнительных барабанщики достаточно тугие пальцем или ногтем я думаю подстроить не получится поэтому в процессе эксплуатации и при стрелке нужно будет запастись соответствующим инструментом ну хотя бы какой-нибудь мелкой монеткой для того чтобы она пролезла в прорезь вот этот барабанщики думаю откручивать ну заглушку откручивать нет никакого смысла потому что там скорее всего все то же самое прицел теперь по самому прицелу и по его скажем так настройкам прицел имеет только лишь одну прицельную марку это точка точка двух цветов либо зеленая либо красная и пять степеней яркости свечения этой точки собственно больше сказать нечего сейчас включим закрутим сюда батарею поглядим как это все дело у нас работает выключаем прицел ставим батарею закручиваем все это дело да кстати забыл упомянуть здесь также присутствует резиновая вот здесь также присутствует резиновая прокладка дабы в основную часть скажем так прицела то есть его энергетическую скажем так часть не попадала вода закручивается достаточно плотно можно подтянуть ну я могу в принципе и пальцами но можно или отверткой или какой нибудь монеткой так теперь что еще можно сказать по внешнему осмотру прежде чем попробовать вообще включить его и посмотреть работает он или нет значит очень бывает очень мало уделяется внимание вот этому узлу прицел крепится только лишь на планку вивер пикатини на ласточкин хвост только через какой нибудь переходник потому что бывает очень часто в китайских прицелах вот эта часть крепежная она двухсторонняя то есть с одной стороны например крепим к ну то есть стандартно крепим к виверу пикатини снимаем полностью переворачиваем на другую сторону закрепляем и это уже будет креплением на ласточкин хвост здесь такого нет значит длина рельсы крепления с одной стороны неподвижная часть рельсы длиной 4 сантиметра с другой с другой стороны вот эта часть непосредственно она подвижная она это та часть которая будет поджиматься прижиматься к рельсе на оружие она шириной всего лишь навсего 13 миллиметров вот эта часть и это опять таки ну не знаю как кому но мне это идет в плюс потому как у меня там некоторые своеобразные обстоятельства о них я упомяну чуть-чуть позже переходим к самому интересному давайте попытаемся его включить и поглядеть что мы здесь имеем итак у нас загорается самая первая зеленая точка степень яркости 1 точка горит вот ее здесь видно подхожда ярче ярче еще ярче и и самый яркий наших cigarette пол십 целый точок nd Еще чуть ярче и пятое самое яркое Выключение Все просто как Крабли Итак Еще что хотел сказать На самом деле на видео этого не видно То есть мы здесь видим Вроде бы очень неплохую Четкую точку Но на самом деле Я не могу понять почему Может конечно это у меня глаз немного кривой Может еще что то Но точка на самом прицеле Она немножко размытая Возможно это критично для кого то Возможно это не критично Хоть убей не помню сколько стоил этот прицел По моему он стоил около 15 долларов Ну то есть за эту цену Рассчитывать на супер качество не приходится И по поводу Размытости точки Где то когда то мне попадалась информация Что если концентрироваться При прицеливании не на самой точке А на Мишени куда вы собираетесь стрелять То размытость точки некотором роде Компенсируется и уходит Возможно так оно и есть Пока же это эксплуатация Ну скажем я Сказать чтобы я сильно разочаровался За такую стоимость Да там то что немножко точка размытая Не идеально круглая Ну Нет Итак Прицел мы проверили Осмотрели со всех сторон Что могли Померили Теперь переходим К Выключили Теперь переходим к тому Почему именно вот этот прицел Почему именно с вот такой вот Маленькой крепежной базой Почему она мне нужна Может быть это же будет Кому то еще интересно Весь смысл в том что Ну у меня уже недавно Может не так Недавно Может уже давненько Был китайский прицел На самом деле Он вроде бы выдержал Какое-то количество выстрелов Держался на оружии Я его там Худо бедно испытывал Об этом есть видео Ну В общем Если интересно Можете сходить на канале Посмотреть Но этот прицел Был очень большой У него диаметр линзы 30 мм И сам по себе Он был громоздкий И он такой Как бы не очень аккуратно Не очень культурно Смотрелся На оружие У меня помповое ружье И поэтому я нашел Вот такой себе Небольшой совершенно Ну вот обратите внимание Да мы смотрели Я показывал в инструкции Его габаритные размеры И вот моя ладонь Которая совершенно Небольшая на самом деле Вот И вот он Вот такой вот Маленький Компактный И я думаю Что на моем оружии На ружье 12 калибра Hudson Escort Аймгард Он должен смотреться Очень даже неплохо Вот И именно поэтому Для меня важна Вот эта часть Небольшое базовое крепление Потому что на Hudson А именно на Escort Аймгард Мы видим вот такую вот историю То есть на нем присутствует База крепления Да это Ласточкин хвост Но оно вот такое Вот не совсем удачное То есть вот здесь вот Есть участок И вот здесь вот Есть участок Между ними Просто ствольная коробка Никаких прорезов Ласточкиного хвоста Нет И вот именно поэтому Я Блин Не могу под него найти Нигде нормальную Планку переходник На самом деле Более поздние Версии Этого же ружья Выходили с Вот этой частью Удлиненной И здесь Более широкий выбор По возможностям Поставить Планку переходника А здесь вот именно Очень неудачно Поэтому Я нашел На том же Алиэкспрессе Вот такую Удачную Штуковинку Которая есть Планка Переходничок Но очень Маленькая По размеру Выглядит Все это дело Вот так Вот такая Планка И она Подпружинена То есть Работает Следующим образом Ставится На ружье Вот так После этого На нее Ставится Коллиматор И все это дело Поджимается Прижимается К ружью Поджимным винтом Самого коллиматора Потому что Планка Подпружиненная У нее есть возможность Вот так вот Зацепиться И зажаться За ласточкин хвост На самом ружье Сейчас я ненадолго Прервусь Потому что На видео делать Это нет смысла А затягивать Видео тоже нет смысла Я так уже 16 минут наговорил Хотя ни о чем На самом деле Я сейчас Немножко прервусь Установлю Все это дело На ружье И покажу Как это выглядит В результате В общем и целом Все это дело У меня начало На ружье Непосредственно Выглядеть вот так То есть Опять таки Замечу Что плюсом Этой планочки Переходника Является то Что коллиматор Стоит на ружье Максимально низко То есть Не приподнимается Над прицельной линией Ну Над прицельной планкой Вообще Как бы Над самим ружьем Высоко Не приподнимается В принципе Выглядит Очень ничего себе Так аккуратно Потому как предыдущий Ну Аж чересчур Большой громадиной Выглядел Некрасивой Да Может быть и практичной Но некрасивой Здесь все это дело Гораздо более Красивее выглядит Гораздо более Компактней Гораздо более Аккуратней Вот Значит Ну собственно Все что хотел Все что мог На данном этапе Рассказать Про это Про этот коллиматор Про это крепление Я уже рассказал Значит Я постарался Закрепить Максимально Так сказать Плотно То есть Дальше уже Реально Ну просто Не шло Крутить было Некуда Теперь Как нибудь Выберусь Все это дело Протестирую Значит Вопрос у меня Стоит только К тому Что Выдержит ли Сам коллиматор Вообще Нагрузку 12 калибра Да Вот этот Китайский Коллиматор Выдержит ли Он нагрузку 12 калибра Значит Второй вопрос Стоит в том Что Не собьется ли У него точка При этих выстрелах Да И третий вопрос Это Надежность Крепления Самого На вот этого Вот узла Да Вот этой Планочки Переходника И коллиматора К ней Не разболтается Ли это все Не слетит ли Не выломает ли Часть ствольной коробки Хотя я очень расстроюсь Если так будет Вот Ну вроде бы Коллиматор Весит не очень много Да Как бы Я не думаю Что здесь будут Большие напряги Но в общем и целом Все это будем тестировать Все это будем смотреть За сим Я обращаюсь с вами Спасибо большое За просмотр Оставайтесь со мной В скором времени Надеюсь Все это протестировать Показать вам Если вам видео Сколько нибудь Стало полезным Нажимайте ваши пальцы Вверх Если нет Ну что ж Ставьте отметки Книзу Подписывайтесь На канал Я прощаюсь С вами И до встречи В следующих видео Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому